Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня Грешево. Номер 451. Событие дня. Евангелие Теана 5.44. А славы, которые от единого Бога не ищете, 7 марта 2017 год. Это как эпиграф. Теперь я объясняю. По скайпу можете выходить на меня от 4.00 до Москвы, до 16.00. И вот теперь у нас приезжала милиция, там где бывает, и снимать нельзя. В магазине стал снимать. Снимать нельзя. Врач ко мне на дом приехал. Снимать нельзя. Ну и не знаю что-то. Оказывается, все это неправда. Можно снимать. Снимать нельзя где-то в военном учреждении или что-то. И вот смотрите, какие есть запрет на фото-видеосъемку. Это дает юрист, женщина в полицейской одежде. Просто себе запишите. И дальше напал милиционер на одного, что он снимал в общественном месте. Вот другой ролик. Он подал на него в прокуратуру. Прокуратура... Суд сразу решил, он не виновен. А теперь подал в прокуратуру. Это административная или уголовная даже будет. Если ему аппаратура хватает, которая там где-то... А зачем меня снимаете? Ну иди отсюда. Я снимаю, ты зачем подошел? У меня было так. Я у сестры был. Ну, два священника. Мы беседуем. И вдруг ее сын, этой сестры, приходит. А почему снимаете? Меня никто не спросил. А может, я не жила? Не жила, я раскройся на кухне. Ну, такой характер у человека. Вот. Привязывается. И как это бы я сказал? Нельзя. Даже не понимая этого. У нас все снимается. Перед Богом все открыто. Жалобу в прокуратуру теперь он посылает. И дальше вот какие вот, посмотрите, ролики, как называется. Это тоже. Ну, о том же самом. Я несколько дней буду показывать это. Вот оно как. Запрет, съемки. Ну, толкните. Мне интересно было вот тут. Вот это тоже ролик. Ливан Васадзе. Второй Иерусалим и Третий Рим. Как послушать поют грузины. С чем-то напоминает. Вот пение ангелов на Афоне. Тринадцать мужчин. Все в грузинской форме. Одежда одетая красная. Так это интересно. Ну, созредите по-русски вот это. Ливан Васадзе. Второй Иерусалим, Третий Рим. Вот. Ксения пишет мне одна вчера. Дорогой Гнатий Тихонович, сегодня мы получили посылку с книгами. Очень рады. Слава Богу. Все дошло в целости и сохранности. Посылка была замечательно упакована. Низкий поклон Владимиру Пащенко за работу. Не забудь, Володя, сегодня опять запрос. Ты здесь рядом. Адрес пишешь и сегодня отправить надо будет. Новый Завет и Кисину Православию. Куда? Тоже, видимо, она кому-то сказала в то же самое место. А вы не звонили по скайпу сегодня? А? По скайпу не звонили только что? Что, по скайпу? По скайпу не звоните сейчас людям? Ну, не сейчас. Может быть, и что-то там... О, это я еще, это вон какой по скайпу-то. Ну, действительно так. Вот так. Если кто-то слушает, то простите, я тут забыл даже включить. А никто не слушает. Никого, наверное, нету. Кто-то есть или нет, кто слушает? Есть, есть. События дня записываем. Кто-то слушает, нет? Я тут забыл включить. Простите меня, мы уже в начале тут. Ничего. Вчера я получаю письмо. Слушайте. Так. Сегодня получили вашу посылку. Ксения пишет одна. Да, очень рады. Слава Богу. Все дошло в целости и сохранности. Посылка была замечательно упакована. Низкий поклон Владимира Паченко за работу. За заботу. За заботу. За заботу. Ты понимаешь, нет? Володя, сегодня обязательно отправлять надо. Ночью пришел опять заказ на Новый Завет и к истинному православию. Я сейчас покажу этих людей. А дальше? А вам, Игнатий Тихонович, выразить благодарности за ваши труды. Даже... Большие буквы, все труды. Все буквы. Даже не представляется возможным. Нужных слов просто не найти. Они бесценны и неоценимы. Спаси, Христос. Я ей пишу. Да, вы ссылайте все, кто получает, чтобы с книгами в руках три фотографии прислали-то. Ну и... А они тут же прислали. Я сейчас их покажу. Так, замечательные фото. Отцу не буду выставлять в моем мире. Или раньше даже. Дальше. А Ксения отвечает. С нетерпением ждем. Забыла подписать. На фото муж. Дмитрий Владимирович, 37 лет. Сейчас живем в Ульяновске по причине ухода за моим больной мамой. У нее последняя, четвертая стадия рака легких. Вот так. Игнатий Лапкин. Отец Дмитрий... О, не, не отец. Я говорю... О, это я... Тут неправильно. О, Дмитрий Владимирович-то какой импозантный мужчина. Мне весьма понравился. Видно, что самостоятельный, неподкаблучник и надежный. Да благословит вас Бог. Не обманули вас? Не обманули вас мы? Всем довольны? Ксения. Дмитрий Владимирович погвагровел от смущения и расплылся в улыбке. Что у вас такая быстрая переписка была? Дальше. Он у нас истинно такой. Плюс к импозантности рост 193 сантиметра. Мы очень-очень при очень всем довольны. Вот я сейчас это закрою, чтобы показать, где здесь она. Посмотрите, здесь две фотографии его. Как он выглядит, мужчина этот. Ну, потом, кто будет смотреть, увидит это. Ты, Володя, наведи, чтобы было видно. Вот он. Посмотри. Метр 93. И книги мои все как раскинул-то. И борода, и застегнутые. Ну, только смотреть. Вот такие бы мужчины-то все были. Вот он, второй здесь. И тут уже там иконы видать. Но замечательные. Никогда я его не видел. И свитер у него какой. Ну, как будто бы он из наших людей. Видно самостоятельно. И за такой стеной может скрываться женщина. Я уж не стал их трогать больше, писать. Какая же ты сама-то что-то свою фотокарточку-то не выселила? Что такого мужика-то Бог послал. Вот. Я не знаю ее. Мне интересный недавно рассказ понравился. Ну, видят, пара. Ну, не пара прямо. Ну, мужик там прям цены нет. И верующий, и везде, везде. А жена там непослушная, то другое. А что, говорит, да весок дан, чтобы не гордился. Да весок дан. Ну, а ее спрашивают. Ну, а ты как такого мужика-то могла отхватить-то? Так я, говорит, все время молилась, говорит. Молилась, что Господи, дай мне хорошего жениха. Ну, а ты-то как с ним? А он не молился, вот такая, как есть, и досталась ему. Раз он-то, говорит, не молился. Я не про них говорю, это просто про другое. К слову сказать. Ладно. Поехали дальше. Пишет одна. Жанна Е. Добрый вечер, Игнатий Тихонович. С праздником торжества православия. Разрешите спросить вас. Меня мучает один вопрос. Ее мучает вопрос. Вот какой вопрос, никогда не догадаешься. Она из-за нас мучается-то, оказывается. Я общаюсь с вашими друзьями из РПЦЗ. Очень много рассказали о вашей жизни и общении. Читаю ваши книги и слушаю беседы. Совсем соглашаюсь. Но вот одно не могу понять. Почему вы покинули РПЦЗ, когда столько лет были в ней и перешли в МП? Пришли в МП? Вопрос, говорит, не пойму, почему в московскую патриархию перешли? Насколько я знаю, что РПЦЗ не имела евхаристического общения с МП. Зам-метрополит Виталий говорит об этом. Ведь РПЦЗ всегда имели евхаристическое общение с катакомбной церковью в России и не признавала советскую и регианскую иерархию. На том основании, что она имела рукоположение при содействии советских властей и из обновленцев. Неужели ваше мнение изменилось? Тем более, что ситуация в МП только ухудшается. Только ухудшается. Простите. Вы для многих являетесь большим авторитетом и сейчас многие православные люди в смущении. В смущении. Значит, за чего смущение? Вообще смущение от патриархии, что они там делают? Или смущение от моего поведения, что я в московскую патриархию, как она понимает, перешел? На наш взгляд, РПЦЗ метрополита Агафангела является канонической переемницей РПЦЗ до объединения СМП. Почему вы не остались в РПЦЗ? Простите с уважением, Анна. Ну, к Агафангелу я скажу, тут их 13 юрисдикций образовалось после этого. И их лично, я некоторых не знаю, а некоторые знаю. Прямым, прямо, непосредственно от ПЦЗ не Агафангел, а Антоний. Антоний это бывший Никита Феоктистович Орлов. Я у него в Лос-Анджелесе жил. Это патриот стопроцентный в России. Он прямо призывал садиться на танки изучать и коммунистов давить. Вот так. Он к нам приезжал, потеряю по два раза только. Вот теперь я это Ане отвечаю. Дорогая Иоанна, у вас недостоверное сведение о нас. Мы никогда не переходили в МП и не собираемся переходить туда, на свою погибель. Наши две общины единственные, которые остались при прежней регистрации. То есть никаких подвижек к тому, чтобы менять свою юрисдикцию, не сделали. То есть когда стали избирать людей, чтобы совет был, поехали в Америку при общее совещание, там собор, как они называли, ездил два раза туда мой родной брат, отец Аким. Речь шла не об объединении, даже об этом слова не было, а признание акта о каноническом общении. И держать себя как митрополит был, да изменилось, все, советская власть ушла. Митрополит прав был. Я с ним встречался, обедал и жил у него в Синоде в Америке, в Нью-Йорке. Митрополита Виталий Устинова. У меня у него грамота на всестороннюю проповедь с печатью. Книга правил, от него у меня подарок. Еще в телефон он посылал. И поэтому держать себя той инструкцией, которая была раньше, правило там какое-то, ну, патриарха Тихона было, оно потеряло силу, потому что советская власть рухнула, ну нельзя так держать себя того, чего уже нету. И поэтому Антоний является подлинным последователем, и сказать, преемником. Но, и конечно мы бы там были, но у них есть одно, то, чего мы не можем принять. А что именно? Признать московскую патриархию безблагодатной. Вот, этого мы никогда не могли сделать, и когда я был в Синоде и говорил, а мы признаем ее благодатность, ко мне отношение резко изменилось сразу там у них. Я говорю, вам хорош только тот, кто против московской патриархии. Я говорю, понял, а вы ничем не отличаетесь. Ну, крещат, полное погружение, подготовки никакой нету, на свечном заводе у них был там парафиновые плиты перегоняют. Ну и вот такое дело. И когда батюшка поехал, мы сразу же сказали, что будем молиться, мы против всяких объединений, а общение у нас уже было, раз мы признавали ее благодатность. Но какое решение примет Синод там у них, такое мы и примем. Будем только молиться, чтобы не выродиться в секту, без священства не остаться. И мы все приняли, что было. А потом они уже из-под сухна, ну, раз такая КГБшная у них установка, давай всех загонять селом. Нет, значит, того жмут митрополита Илариона за границей. Я все это знаю, всю эту их кухню. И они все сказали, у нас никого нет, а мы-то остались. И митрополит Иларион в прошлом году был здесь, и местный митрополит Сергий, они были вместе, и батюшка наш был. И ничего к нам отношения никакого не изменилось, там радость и прочее. Я отвечаю. Наши две общины. Единственные общины, которые остались при прежней регистрации. То есть никаких подвижек к тому, чтобы менять свою регистрицию не сделали. А что вы говорите о АМП, мы это знаем и с вами абсолютно согласны. Но мы признаем благодатность АМП. То есть их архиереи со священством приезжают к нам и вместе совершают богослужения. Такого же мнения мы были и раньше, и всегда. Поминаем Илариона, митрополитера ПЦЗ. Если перейти к ним, то они сразу же уничтожат нас и уберут нашего батюшка отца Якима и прочее. Они нас тут травят по-крупному и лгут на нас беспросветно, как и всегда. Ибо это их сущность, ложь тройная. Ну я больше уже не стал даже говорить, это я ответил письмо. Это вчерашнее, что у нас было. Ну теперь, сейчас будем мы дополнять, у нас еще с собой ролик. Поэтому, вот тут я вчера уже посмотрел, идет сейчас, какие у нас ресурсы сначала показать. Это первое, мой мир. Вот где мой мир. Теперь что-то тут кто-то зашел или что-то говорит, не знаю. Друзья просится один. Я ему говорил, хороший человек, но ни фотографий, ничего нету просится. Я всегда говорю, напиши фотографию, и вот давай сейчас ему, ну ладно, я потом отдельно сделаю его. Дальше наш форум, большой форум. Вот он как выглядит. Можно зарегистрироваться, 1602 темы. И главное, целый месяц проходит, люди приходят на форум, 350 в среднем человек. И вдруг, в последние дни, ну прямо сколько, вчера пришло 805. С чем это вызвало, не знаю, но знаю, где-то какие-то у нас нападки. Как нападки начинаются? И главное, напал на нас Дворкин, и посещаемость в 20 раз увеличилась сразу. Любая антиреклама есть реклама, как мне профессор сказал, я вел занятия. Дальше, вот наш православный видеоканал, как он выглядит. Ночью я ставлю, то есть закачивает это в другом месте, иногда в другом городе. А я снимаю только замки. И вот тут что уже, 5 часов назад посещаемость 123. Вот вчера у нас тут рекорд посещаемости. Володя поставил, сколько? Один день назад 709 просмотров. 709. Для нашего видеоканала-то у нас большой, 5,5 миллионов просмотров и 6400 подписчиков. Нас отнесли уже к средствам массовой информации, к СМИ. Ну и самый большой, как я называю, тяжеловесный православный библейский сайт. Как он называется? К истине один народу.ру, да? Да. Вот так. И вот теперь здесь самое ценное, это 4124 ответа. И они разбиты на 55 папок. И сейчас мы работаем по папке старообрящества. Я отсюда вынимаю помаленьку вопросы, и их ответы засчитывать будем. Так, давай, поехали. Вопрос 2684, 12-й том открытым оком. Это их первый святитель, как называют, был митрополит Адриан. И ему вопросы журналисты задают. Почему старообрядцы не входят в нынешний президентский совет? Нет. Ответ. Это не наш выбор. То есть не пригласили. Мы не уходили из совета, просто увидели, что в новом составе совета представителя нашей церкви нет. Просто увидели, нет и все. Впрочем, президент волен сам решать, с кем он хочет советоваться, чей голос он хочет услышать. Странно только, что прежде никто не вычеркивал нас из совета. Из состава. Из состава традиционных конфессий, а теперь исключили, как и баптистов. Католики есть, лютеране тоже, 5 архиерей РПЦ, 3 раввина, 3 муфтия, а нас нет. Может, это какое-то недоразумение? Я дальше их ответы, я комментирую. Вот для чего это все сделается. Вот впереди, что это вопрос и ответ, ну-ка, я взял из литературы. Дальше. Так, хорошо советоваться с теми, кто знает волю Божью. Но что могут сказать президенту старообрядцы, для которых Библия как бы и не существует? Видишь, какой я ответ-то даю? И волю, и еговы они не стремятся познавать. Исайя 8, 20. Но если Библия не знает и не говорят, то, может, потому и в Совете нет, не знаю. А это уже к священникам говорится. Если Библии нет в руках, то Бог вас просто отвергает, и все на этом. Следующий вопрос. Теперь я их уже просто в приготовленном виде, увеличенном. Вопрос 2680, 12-й том открытым оком. Каково ваше отношение к возможному визиту Попу Римского в Россию? Ответ. Это ответ Андреан дает, митрополитик. У нас никогда раньше не было соприкосновений с римской католической церковью. Хотя она, в отличие от московской патриархии, признает преемственность и законность старообрядческой иерархии. Но в последнее время произошло событие, которое взволновало старообрядцев. В Казани местные власти выделили землю для строительства католического костела, непосредственной близости от нашего храма. Как епархиальный архиерей я обращался к властям, чтобы решение о выделении именно этого участка земли было пересмотрено. К нашим возражениям, однако, никто не прислушался. Но ведь совершенно очевидно, что храмы различных конфессий нельзя располагать в ряд, как жилые дома. Порой нам кажется, что это сделано специально, чтобы перессорить между собой разные христианские исповедания на глазах мусульман, живущих в татарии. Мы против того, чтобы в России продолжались старые или возникали новые конфликты на религиозной почве. Политики в этом вопросе должны проявлять благоразумие. А отношения с католической церковью во все времена были государственной политикой, которой старообрядцев не допускали. Это вот его ответ. Кавычки закрыты. Дальше я комментирую. Стоило бы радоваться, что такие соседи, и их можно обратить на путь спасения. Но вот в этом-то случае ставшим конфликтом только для старообрядцев, а не для католиков, и выявлено, что они чрезвычайно слабые. И противопоставить даже католикам ничего не могут, как только спрятаться от них. Вот мой ответ. Марка 16.15 И дальше я доказываю это по слову Божию. Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Ну и все. Идти не надо за море, не надо ехать в Италию. Рядом будут католики. Ну проповедуйте им. А они рядом с нами. Разве можно их как дома строить? Что это за ответ такой? Даже не знаю. Разве апостолы думали об этом? Где у них находится капище? Наоборот, шли в капище и проповедовали. Как Татьяну чтут. Я говорю, что чтите? Они еще Татьяне сказать не могут. Думают, что она, как Шувалов придумал при Екатерине, покровительствует студентам. Больше ей заниматься нечем. Она в капище зашла, там около капища стояла. И там свою службу вели язычники. Она дунула, их капище рухнуло и задавила всех жрецов. Вот кто такая Татьяна. Дальше. Деяние 28-22. Впрочем, желательно нам слышать от тебя, как ты мыслишь, ибо известно нам, что об этом мучении везде спорят. Ну вот, может быть, действительно кто-то из католиков бы спросил. Нет? 1 Фессалоникийцам 1-8. Ибо от вас пронеслось Слово Господне не только в Македонии и Ахаии, но и во всяком месте прошла слава о вере вашей в Бога. Так что нам ни о чем не нужно рассказывать. Деяние 8-4. Между тем рассеявшиеся ходили и благовествовали Слово. Это мы находимся в городе Барнаул, Алтайский край Российской Федерации. Здесь центральный проспект, он назывался Московский. Ну а советская власть называла проспект имени Ленина. И вот здесь прямо, около КГБ, считай, что находится храм Никольский. Он входил в ограду, в месте полковая церковь. А чуть подальше католический костел. Это при царе-батюшке. И никто не бунтовал. Все жили дружно. Где, я не знаю, тут мечеть, тут все это сломали, не видно. И сколько они бились, католики, чтобы им вернули. Не вернули, почему? А покажите документы, что нужно. За какие документы нас всех расстреляли, все отняли. Так и не отдали. Кому-то коммерсантам продали, видать. Аптека там у них все время. Ну а католики себе воздвигли там Иисусова сердце или как-то так. Или царь всей вселенной по-своему называют. Тоже построили отдельно. И это какие-то надуманные такие вопросы. Слово «проблема» никогда не употребляйте. Я возле меняю нерешенный вопрос. Что значит «проблема»? Проблем. Англичане говорят. Он еще не говорит ни русское, ни библейское слово. И слово «конфессии» и динаминации никогда не употребляйте. Это сатана скрыл слово «ересь». «Ересь» понятна. «Конфессии». Бог любит все конфессии. Да еретики проклятые. Они до Фана, Верона и Корея найдут в аду. Вопрос 2681, 12-й том, открытый МОКО. А как проходит у вас подготовка будущих пастырей? Это его спрашивает Адриана. В отличие от РПЦ, у нас инициатива, постановление в освященнике и назначение на приход исходит от общины, от народа Божия. Община сама выбирает себе достойного кандидата, который, соответственно, потом проходит необходимую подготовку и утверждается митрополитом. Вот что интересно. Ну, в том-то они не спрашивают, как он знает Библию и что. Но есть такое, что необходимо было принять. Если после крещения, а в детстве крещеный, старобрядцы-то, у них за 300 лет, то есть, да что за 300, за 1000 лет, потому что до этого, до Никона-то было все старобрядчество, нет ни одного непогруженного, ни одного. И у них так, если он юноша и где-то впал в блуд до брака, это называется, не сохранил себя, его уже никогда в священники не поставят. Если жена артистка, в священниках ему не бывать. Если жена женился не на девственнице, не на девственнице, в священники не поставят. Сегодня, если это все применить в московской патриархии, это проредит очень сильно. Вообще, все каноны попрали, экономия, жольничество одно. Но старобрядцы этого держатся. Дальше. Это он отвечает. Адриан. Сейчас у нас официально около 300 приходов, хотя здесь и незарегистрированные приходы. Молельные дома. Какие-то там моленные написано. Моленные, так и надо. А, моленные. На 10 епархий лишь 5 епископов. Но, думаю, с Божьей помощью положение выправится. У них доходило, при советской власти оставался только один епископ. И один руководил других, и два, едва не прервалось. Старобрядческие приходы рассеяны по всему миру. У нас есть приход в Австралии. Германская епархия с кафедры в Аугсбурге. Во главе с епископом Амвросием, этническим немцем, но духовно чувствующим себя русским. В Ржеве Тверской области очень активный, динамичный приход. В Казани, откуда я родом, среди старобрядцев очень много молодежи. Все, Игнатий Лавкин говорит. Ни слова не говорит о том, что хотя старобрядцы на словах ратуют за соборы, и особенно за стоглавый собор, но нарушают везде и всегда правила о возрасте и рукоположении в священнике. Не раньше 30 лет. И главное, и Никон, и Авахун все до 30 лет. И сейчас подряд нарушают. И лукавые извинения находят тому полное бесстрашие и неуважение даже к своим словам. 6-й Вселенский Собор, правило 14-е. Правило святых богоносных отцов наших да соблюдается и во всем, дабы во пресвитера прежде 30 лет не рукополагать, если бы человек и весьма достоин был, но отлагай до уреченных лет. Ибо Господь Иисус Христос в 30 лет крестился и начал учить. Подобный диакон прежде 25 лет, и диакониса прежде 40 лет да не поставляются. 15-е правило. Ибо диакон да поставляются не прежде 20 лет возраста. Если же кто в какую бы то ни было священную степень поставлен будет прежде определенных лет, да будет извержен. И вот все. Они никогда это не выполнят. Иисус не полсловечка не говорит Андреан о том, что для того, чтобы пасти овец, нужно любить Христа, любить Библию, Слово Божие. Вот что самое главное для кандидата на эту величайшую должность. Иоанна 21, 16, 17. Еще говорит ему в другой раз. Симон Ионин, любишь ли ты меня? Петр говорит ему, так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя. Иисус говорит ему, спаси овец мой. То есть если любишь, ты должен пасти. А пасти, значит, кормить надо. А кормить, значит, знать Библию, подкладывать нужный корм. Говорит ему в третий раз, Симон Ионин, любишь ли ты меня? Петр опечалился, что в третий раз спросил его, любишь ли меня. И сказал ему, Господи, ты все знаешь. Ты знаешь, что я люблю тебя. Иисус говорит ему, спаси овец моих. Вот так. Это вот такой вот ему вопрос задавали. И я даю на этот вопрос комментарии. И что интересно, на вопросы я разбирал тогда митрополит, был смоленский и калининградский, Кирилл Гундяев. Примерно 60 вопросов. Алексей II был патриарх из Старообрядческого. Примерно 6% отвечают правильно. 6%. А остальные все неверно отвечают. И никто этого не видит. Понятное? Надо увидеть, где он отвечает неистка, где по боязни. Я это сделал, и у меня все здесь показано. Дальше. Вопрос 2668, 12-й том, открытый МОКО. Пользуетесь ли вы благами современной цивилизации? Компьютером, интернетом, мобильным телефоном? Смотрите ли ТВ? Бываете ли в театрах, в кино, в музеях и на выставках? Ответ. Митрополиту Адриану. Он отвечает, кавычки открыты. Так называемые блага цивилизации, если иметь в виду технические достижения, мы стараемся использовать по потребности. Для связи, например, или в качестве источников информации. Но есть и другие блага, в кавычках. Массовая культура, всевозможные шоу. С точки зрения христианских канонов, этики и нравственности, быть соучастниками всевозможных зрелищных мероприятий недопустимо для священнослужителей и недостойно для мирян. А вот посещение выставок, музеев, если это не связано с чистым развлечением или какими-то проявлениями богоборчества, помогает в работе ума и души, может принести пользы, паще вреда. Но в любом случае, надо чутко прислушиваться к своей совести. Не переходишь ли ты некую грань? Игнатий Лапкин. Ответ замечательный. Первое. Все мне позволительно, но не все полезно. Вы все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. Пустопорожнее гремела ассамблея. Речь патриарха восхваляли дико. Он демографию воспел, что обомлеешь. Духовности пообещал подпитку. Иначе не скажешь. Жирный треп. Архиереев хор безбожников плеяда. Кто выпрет на трибуну, тот и врет. Зовет на помощь тех, кто мельтешится рядом. Ни разу и нигде не прочитал. И даже края муха не расслышал. Чтоб о рождении свыше возгласил Кагал. К воистину духовному поворотили дышло. Городит, как колесится умело. Хитросплетение в словесах словарных. Но дух неверия сквозит из каждой щели. Сподобится бы всем стать новой тварью. Конгрессы патриотов словно рвота. Винят евреев и космополитов. На власть ушедшую и нынешнюю ропот. Все больше свирепеет монашеская клика. А надо бы, а нужно бы упасть. Лбом по дубовым плахам барабанить. Признать Христа единственную власть. Смиренно высидеть в его кровавой бане. Мы не заслуживаем милости сполна. Пророки вымерли. Священство изменило. Нас солнце сжет и леденит луна. Хотя живем в достатке. Все не мило. Как наименьшие в сумерках в углу. Мне дайте слово. Кафедру, эфир. По вашим меркам я невежда, глуп. Но угли кину. Растоплю ваш жир. Священной Библией пройдусь по лазаретам. Прорвусь в алтарь из-за иконостас. Чье сердце словом будет разогрето. Тот с проповедью выступит о том, как Бог нас спас. Вот это вопрос, ответ и стабил стихотворением. Дальше новое вытаскиваю. Считаем. Вопрос 2646. 12-й том открытый МОК. Планируете ли вы встретиться с патриархом Алексеем Вторым? Вторым. Ответ. Решение о возможности встречи с патриархом Алексеем Вторым может быть принято в зависимости от выводов и предложений, которые сделает эта комиссия. Я комментирую дальше. Заранее нужен план и перечень вопросов. Первое. Когда начнем руководствоваться не замыслами масонов, а Библией. Второе. Когда рождение свыше будет означать не крещение только, но уверование во Христа, как в лично твоего Спасителя, что приписывают сегодня баптистскому учению, но поистине может быть принято любым православным. Третье. Когда будем все до единого живыми свидетелями Иеговы, Бога истинного. Четвертое. Жертва Христа не в чаше только, но кровь Его на Голгофе за нас пролитое спасает. Ни крестные ходы, ни храмы и мощи приводит на небо. Пятое. Прекратить кощуственные канонизации. Евреям 9.22. Да и все почти по закону очищается кровью, и без пролития крови не бывает прощения. 1 Иоанн 1.7. Если же ходим в свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. 2 И стихотворение. Пустота у ног моих с утра, в неудачных родах сдохла кошка, крела ноги ласково вчера, и котята без нее смертельно тошно. Малые потери и пожары давят нас к тому, что очень прочно. Смерть по закромам свободно шарит, к своему сидельцу приторочит. 3 И к седлу. Список черный из моих потерь, многое соднит десятилетие, начинает розоветь теперь, протирает очи, там от слезы слепли. Все, с чем добровольно расстаемся, при потере иначе соднит. Жалость проскребет чужой кошкой, неуютно в пустоте одним. Но не забывая свою тленность, скороприходящее застолье, возбуждаем о загробном ревность. Впереди потерь маячит сколько. Чем скромнее и беднее в храме, значит и потеря будет легче. С чем срослись, оно наносит раны, режет при уходе и калечит. Каждый день некрологи в газетах, и сочувствие не мертвым, а живым. Полюс расставаний гасит свет нам, режет, связи превращает в дым. Скорбь несносный к Иисусу приближает, к небу заворачивает ликом, благодарность станет урожаем, закалит и сделает великим. Положу к ногам пока что грелку, углублюсь в священное писание, ладаном потянет негорелым, и с потерей мой рассвет пасану. Это действительно у меня с кошкой так случилось, я вот такой вывод сделал. Это не просто придуманное событие, а буквальное. Дальше. Опрос 2644, 12-й том, открытый МОКО. Каким вы видите будущее древней православной церкви Христовой в России и мире? В мире. Это Андреану задает вопрос. Ответ, кавычки. Хотелось бы придать надежду на объединение старообрячества. Мы люди уже соединенные общим историческим прошлым, одинаково трагичной судьбой и, главное, приверженностью к древнеправославию. Должны поступиться личными амбициями и смириться с какими-то человеческими слабостями. Это было так необычно, что он так отвечает. Старообрядцы ни на какое сближение ни с кем не идут. И что интересно, избран, кажется, он самый молодой у них был. Проходит еще сколько-то месяцев, и он внезапно умирает. Ты что хочешь, то и думай. А я ему сказал, вот Андреану-то, ну как бы через это, я лично-то не встречался, вот так он делает, или убьют, или что-то сделают. Старообрядцы, это же революция целая. Идти на сближение с кем-то, брать у других что-то полезное, признать свои ошибки. Они вообще беспокаянны, как компартия. И поэтому выход только один. Сюда же, где компартия. Мы должны руководствоваться исключительно интересами церкви и заботой о ее сохранении и развитии. Здесь, у русского древня православия, мы видим большое будущее, насколько это будет угодно Богу. Но и в том случае, если старообрячество будет умоляться, до конца не исчезнет. Идея старообрячества, идея верности древней церковности, будет всегда привлекать новых членов в Христовую церковь. И так будет, пока еще стоит этот мир. То есть музейные работники, все старообрядцы будут. Дальше. Инатий Лапкин говорит, если бы Андриан был возрожденным человеком, то разве стал ли бы он так колесить по задворкам истории? Да вопрос-то какой чудный. Только бы и ответить, что нам нужно объединение со Христом евангельским, а не со старообрячеством. Не с иконой ярой ока, не с Никоном с Черной горы. Ефесянам 3.19 То есть я говорю, те, которые у них являются вождями или как, как кумирами. Ефесянам 3.19 И уразуметь превосходящее разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всей полнотой Божией. Это я как эпидром к этому, к тому, что говорится вот в этом ролике. Филиппийцам 4.13 Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Филиппийцам 3.8 Да и все почитаю щитой ради превосходства, познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался и все помечтаю за ссор, чтобы приобрести Христа. Римляна 8.35 Кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь или теснота? Или гонение? Или голод? Или нагота? Или опасность? Или меч? Стихотворение. Тщеславные в надежде на себя планируют успехи пятилетские. Мы, человеки, в немощах, в скорбях, а думаем бессмертные атлеты. За много лет загадывать привыкли, бахвалиться о прибылях в торговле. Овца паршивые, бодучие быкли, для хвосту на они, кубышки в поле. Им прибыль главная по дальним городам. Торговля с жизнью, что на двух руках. Слух обостренный, истинный радар, о месте выгодном, где деньги, как река. Хвостливо пыжится, снует челнок, туда-сюда, по заграницам дальним. Стат спекулянт, Меркурий им помог. Торговле бог, как скорпион их жалит. Прилижет удовольствием земным, накроет шапкой, чудо-невидимкой, потом ужалит хитро из машины, и, несмотря на стаж, на свалку кинет. А ты хвалился прибылью в проекте, что у старых жидниц избирь книжек мало. Не знал? Только ведь смерти на примете. Инфаркт и киллеры нацеливают жало. Ну, это как в Евангелии Луки 16 глава, богач, который имел. На многие годы у тебя ешь, пей, веселись. Зачем чеславиться уверенностью в завтра, когда не ведаем, слезнем ли сладость ложки. В мечтах челночных вояжеры Африк в действительности в гроб к утру уложат. Скажи смиренно, если то угодно, не мне, а Богу. Он властелин времен, и если здравие подаст, погоду, тщеславием не буду ослеплен. Перекрестившись утром у порога, сиюминутным прахом себя осознавая, прошу благословения у Бога, пусть воля сбудется на мне его благая. Вот такое. Еще сейчас новый вопрос. Так, и к нему задают. Вопрос 2655-й, 12-й том открытым оком. Интерес старобрядчеству среди определенной части русской интеллигенции в последние годы возрос во многом благодаря статьям и выступлениям Александра Ельевича Дугина. Как вы оцениваете на деятельность этого философа и общественного деятеля? Ответ. Дугина, посмотрите, там он с бородой такой сидит. Кавышки открыты. Та откровенность и историческая правда, которая прозвучала в публикациях Дугина, меня очень поразила в свое время. Я очень высоко оценю его смелость, эрудицию, богатые исторические знания, а самая главная активность, которой не достает нам, старобрядцам. Разумеется, мы не можем считать Александра Ельевича своим, потому что он является прихожанином единоверческого прихода московской патриархии. Тем не менее, у нас всегда находится о чем поговорить при встрече, и наши стремления и планы во многом созвучны. Геннадий Лапкин. То есть я комментирую это слово. У старобрядцев единственная и главнейшая проповедь с каждым встречным и поперечным. Ты еретик, переходи к нам. Все. И это у них во веки веком. И если к ним расположен человек и понимает все правильно, даже о них, но не с ними в одном храме, то он далек от них, и они его видят только погибшим. Потому что в их представлении Бог только старобрядцев любит. И сам похож на старовера. Число 23.19. Бог не человек, чтобы ему лгать, и не сын человеческий, чтобы ему изменяться. Он ли скажет и не сделает? Будет говорить и не исполнит. Марка 9.40. Ибо кто не против вас, тот за вас. Стих. Желание мое и о народе русском ему во благо вечное на пользу. Путь в царствие не я же сделал узким. С ушко игольное, не меридиана в кольца. Но если сбудется, о чем уже сказал. За этим могут войны быть и голод. Повыплачет страна свои глаза, куда последний сын перед ней будет заколот. Пленение, косоглазые, желтизны и черно... черноты, кинжальные, очень грозные. Дочь изнасилует, князей будут казнить. И это все на благо и душе на пользу. Так хочется ли быть в раю спасенным? Так, подожди-ка, я на букву переменю, черноты. Так. От ржавчины очищены при жизни. Глоток искать в разбитом водоеме. Акафисты не петь прошедшим коммунистам. Гнев божий выхлебать и чашу опрокинуть, облизывая жадно черепки. Спаси и сохрани, стал лозунгом прокимным, когда отнимет враг последние портки. Портки. Штаны, то есть немец нас. Да, было бы все это к покаянию, принятию распятого Иисуса. Разбойничали львы теперь звериной яме, а темноты звери и зрение потускло. Желаю зрение духовное добыть и Библии в руках иметь и в изголовье. Земь сердцем и Егову полюбить. Он пусть в России в сеть свою уловит. А будет ли в чертогах и в лачугах достаток полный или нищета? Нужду Бог знает, скоро уврачует. Победы в поражении засчитать. В слезах с желанием в молитве исхожу. Мой вопль достигнет ли слух Бога Саваофа? В меня поток хулы иду как на поножу. Спасение России вот мот моя Голгофа. Это мое стихотворение. Ты считаешь его то абы, абы как. Ну то есть ни вдохновения, ничего нет. Но все равно прочитал. Паси Христос. Слава Христу. Вопрос 2651 12 том открытым оком. Владыка Андриан чего по-вашему до сих пор не поняли в старообрядцах окружающие? Ответ. Вопросы хороший корреспондент задает. Один корреспондент одна же Морозов его Олег хорошо запомнил литературные газеты задавал вопросы патриарху Алексею Второму. Я ему в газету написал и ему письмо написал. Я говорю судя по вопросам вам надо быть патриархом а ему журналистом. Ответ. Боюсь, что список может оказаться слишком долгим. Начнем с того, что наша церковь русская и православная. То, что мы вынуждены были стать старообрядцами лишь результат стечения исторических обстоятельств. Но веру-то мы содержим не ту же, содержим ту же, что преподобные Сергей Радонежский, Александр Свирский, Кирилл Белозерский и благоверная Анна Кашинская. Эта вера взята из Византии, в которой за столько веков ничего не изменилось. Вот это интересно. Вопрос как-то. Я буду комментировать потом дальше. Речь не только об обрядах, книгах и богослужебных чинах. Есть еще такие понятия, как дух церкви, подлинная соборность, свобода, остающиеся свободой даже в гонениях. Акцент на обрядность не отражает полноты наших отличий от, скажем, патриаршей церкви. Второе, о чем хотелось сказать, растущее общее непонимание между миром современным и миром традиционным. Мы, члены церкви Христовой, не можем возвести забор между собой и гибнущим миром и спасаться, так сказать, корпоративно. Мы должны ежедневно напоминать сами себе слова Святого Евангелия. Наконец-то! Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Наш долг идти и пробуждать современников веру, проповедовать Христа. Но как это делать? Очевидно, так, чтобы сограждане перестали воспринимать нас как чудаков, продолжающих спор трехсотлетней давности. Мы сделали свой выбор в пользу древней традиции православия и готовы об этом рассказывать об всем на современном языке. Тогда, может быть, одним непониманием в мире станет меньше. Видишь, что не Христа проповедовать, а будет, как когда говорят старменики, Христа дашь этот выбор в пользу древней традиции и готовы об этом рассказывать. Дальше. Геннадий Лапкин. Если Андриан духовный человек, то не может же он не понимать того, что он сам сказал. В этих словах его приговор всему старобрячеству, ибо как раз этим его словам они все 350 лет и противились, и яростно сопротивляются сегодня. Рассказывать нужно не о древней традиции, а о Христе, проповедовать Христа. Наш долг идти пробуждать в современниках веру, проповедовать Христа. Ну, как это делать? Этому старобрядцы не учили и не учат. Деяние 4.12 Ибо нет другого имени под ним данного человека, которым надлежало бы нам спастись. Матфея 10.32.33 Итак, всякого, кто исповедует меня перед людьми, того исповедаю я перед Отцом моим небесным. А кто отречется от меня перед людьми, отрекусь от того и я перед Отцом моим небесным. Римлянам 10.9.10.14.15 и 17 стих. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем веровать твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Но как призывать того, в кого не уверовали, как веровать в того, о ком не слыхали, как слышать без проповедующего, и как проповедовать, если не будут посланы, как написано, как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое. Итак, вера отслышания, отслышания от слова Божия. Дальше. Чистый лист на столе и на нем карандаш. Даже ночью дежурят, примастясь к телефону. Ожидание мое от пожара то краж. Так хотел умудриться прожить без урона. Мысли новые птицей случайно мелькнут. Но и тень их желал зафиксировать в память. Чуть сигнал их лаская друг другу прижму. Белый лист и перо не позволят им кануть. Чуть едва не успел в суете растворяться. Уже новые мысли плывут. Рассуждения отцеркнувшего вслед за решетчатым пряслом. Только счастью хватил, что не купишь за деньги. Снова комнату мерить привычкой тюремной. По горящим следам успеваю лопатить. Нить тяну от библейских событий нетленных. Все дороги не к Риму, Голгофе к распятию. Часто проповедь знаю уже на зубок и заранее ждущих себе представляю, как стоящих лицом развернуть на восток, указать на Христа, не на храмовый глянец. Чистый лист испришлен пережитыми днями, на уступах почти незаметны следы, не привык сиротою невнятно мямлить, и не стоит незнанием плетень городить. Что по Библии да, будет да на листе, благовестие да, и по жизни лишь да, но если же нет, значит нет во Христе, там по злачным кавычках местам не уступала нога. Слышал рукопись, будто в огне не горит, но сгорит вся земля, словно щепка в печи, живо веки лишь тот, кто в Иисусе сокрыт, благодатью доплыл и почетно почил, мысли думы озвучить на пользу хотел, сон критика вызвал и сум критиканов, да не будут слова словно души без тел, благовестие день воплощения настанет. Еще вопрос один, пошли. Вопрос 2640 12 том открытый моком. После 1991 года стало ли больше верующих у старо-береческой церкви? Олимпию остальные почти все кандрианы. То есть Олимпий, который был до этого, ему вопрос задали, ответ еще. Да, до Дриана. Резкого увеличения числа верующих не произошло по многим причинам. Во-первых, остро не хватает священнослужителей, ведь у нас очень строгие требования. Священник должен быть не моложе 30 лет. Он должен быть женат первым браком, и он, и его жена должны проживать до брака в чистоте и не впасть до рукоположения ни в один из тех тяжелых грехов, которые среди современной молодежи считаются обычными поступками. Кандидат и священники должен хорошо знать православное вероучение, церковное богослужение, сложнейшее знаменное пение. Он должен быть готов к тому, что его многодетная семья будет испытывать материальные лишения, поскольку большая часть наших приходов бедна. Второй причиной медленного роста численности прихожан является то, что исчезли или уменьшились до минимума целые слои русского населения, которые ранее составляли опору нашей церкви. Свободные крестьяне, казаки, промышленники и фабриканты. Третья причина это нравственное состояние нашего общества. Заставить современного человека отказаться от блуда, чревоугодия, корыстолюбия, постоянного поиска развлечений очень трудно. Современные люди в массе своей не хотят соблюдать божьи заповеди, скромно трудиться по-настоящему, а не мнимо заботиться о своих детях. А без всего этого невозможно стать настоящими православными христианами. Есть проверенные тысячелетиями способы самосовершенствования человека. Это пост и молитва, но современному человеку они в тягость. Даже радость соборного богослужения ему недоступна. Общая расслабленность и порочность гонят его из храма. Игнатий Лапкин Явно на публику говорится, потому что у старобрядцев сплошь и рядом ставят во священники до 30 лет. Причина одна не знают Христа, не знают евангельского Христа, евангельской веры, а знают свою обрядность. И даже эти мои слова им непонятны из Сайи 57-12. Я покажу правду твою и дела твои и они будут не в пользу тебе. Иеремия 33-3 Воззови ко мне и я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь. Прокосия 10-12 Сейте себе в правду и пожнете милость, распахивайте у себя на вину, ибо время взыскать Господа, чтобы Он когда придет, дождем пролил на вас правду. Прочтите только вот эти слова и уже понятно будет, что будущее только там, где проповедь о Христе Иисусе. Деяние 8-25 Они же засвидетельствовав и проповедовав Слово Господне, обратно пошли в Иерусалим и во многих селениях самарийских проповедовали Евангелие. Деяние 15-36 По некоторым времени Павел сказал Варнаве, пойдем опять, посетим братьев наших по всем городам, в которых мы проповедовали Слово Господне, как они живут. 1 Петра 1-25 Но Слово Господне пребывает во век, а это есть то Слово, которое вам проповедано. Римлянам 10-8 Но что говорит Писание? Близко к тебе Слово в устах твоих и в сердце твоем, то есть Слово веры, которое проповедуем. 1 Кориффиным 2-4 И Слово мое и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы. Я как эпигр подаю к тому, что они говорят. Беременным имейте сострадание не просто уважение, а страх. Нагруженную баржу день настанет, поставит под разгрузку все по тьмах. Ты понимаешь, о чем считаешь? Какую баржу? Женщину беременную в роддом, мы там разгружать ее будут, потемку. Какого качества балласт или пшеница? А может слитки золота в столетие? Трем опрокидывает с небывалым риском, от боли чрева акушера слепнет. Кто? Он, она, их крик без интонации, звериный рев, роженицы и писк младенца. Все одинаково у всех племен и наций. Для головы проход смертельно тесен. И ни одна рабыня и царица не может безболезненно родить. в штормах и с риском и неизбежность встречи смерти впереди. Облегчить и помочь не раз пытались в борьбе и схватках роковых за жизнь. Чуть обезболить, отдохнуть, дать малость, но край могилы обрушался вниз. Влечение к мужу и экстаз мучения, плодоносящая земля взрастила семя. Полощатся пеленки на прищепке, флаг над заботами всплывающими в семье. Вот так же мука вдруг на вену схватит беспечности погрязших безоблюдов. Дворцы развалят, как и хаты с краю, не защитит компьютерное чудо. Мир с безопасностью прикажут долго жить, зверь коронованный, спретящий и бессильный. Масоны благодетели и их источник лжи за чрево схватятся свое уже отжили. Беременные сеном лживых обещаний три с половиной года их чревоношения приход спасителя с небес как молния настанет и гнев его ударит по мишеням. Что такое три с половиной года чревоношения антихристова? А беременные примут его когда? Так, еще одно. Сетчетыре. Вопрос. Слышь, как быстро. Вопрос 2649-й. Погромче, маленький. 12-й том открытым оком. Можете ли вы спустя месяц после своего настолования назвать главные задачи стоящие перед РПСЦ? Русской Православной Старообрядческой Церковью. Да, ответ. На настолование его избрали митрополитом. Проблем на болевших очень много. Неразвитость просветительского, издательского и образовательного дела. Отсутствие значимых социальных программ. Недостаточность проявлений христианского милосердия. Социального служения. Восстановить все это не наша перспективная задача. Но есть и злоба дня. Скажем, вопросы, которые нужно решать срочно. Скажем, у судьбы Раргошской слободы, где находится наш духовный центр. Здесь нам выделена обширная территория с множеством зданий, исторически принадлежащих нашей церкви. пребывающих в тяжелом состоянии. Предстоит сложная реставрация рождественского храма, колокольни, продолжится реставрация росписи Покровского собора. Необходимо решить вопрос о дальнейшем использовании всех возвращенных зданий, учитывая и интересы города, всего общества. Причем, желательно успеть многое сделать в течение года. Ведь в апреле 2005 года мы будем торжественно отмечать столетие распечатания алтарей рогожских храмов и издания впервые в России царского манифеста об укреплении начал веротерпимости. Кавычки закрыты. Игнатий Лапкин говорит, вопрос о просвещении, хотя и есть в ответе, но за ним стоит совершенно неевангельское понимание, что видно во всех съездах, конференциях и соборах старообрядцев. Пусть они прочтут все 28 глав деяния апостольских и мысленно перенесут к себе апостолов или сами напросятся к апостолам. Они же апостолов к обеду объявят еретиками и отлучат от церкви, если они не перейдут в белокреническую метрополию. 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 Гонишь. Говорят об образовании, а имеют в виду пение крюковое и иконографию, знание устава своего отнюдь не проповедь евангельскую, а позднейшее наслоение. Галатна 2.14 Но когда я увидел, что они не прямо поступают поистине евангельское, то сказал Петру при всех. Так-то сказал Петру, это я беру эпигр, потому что ему говорит. Филиппийцем 1.27 Вот что нужно. Далее. 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 Какого отношение Старобрядческой церкви к углубляющемуся социальному расслоению русском обществе? Проблемы бедности и социальной деградации в современной России? Ответ. Я начну с другой стороны той же проблемы. Церковь традиционно волнует вопросы духовного здоровья наций. А наш народ вот уж столько времени испытывает сильнейший натиск чуждой морали. Антинародственности прямой бейсовщины изливающейся на нас из различных источников массовой информации, массовой культуры, сегодня это уже заметно сказывается на облике нашего соотечественника. В результате построение в целом падение морали, снижение культурного уровня, отмирание патриотизма, оскудение веры. А в семьях раздор и горе родителей, и социальное расслоение общества только довершает бедственную картину. Речь идет ведь не просто о бедности. Бедность – неизбежное явление, известное во все времена. По словам Господа, нищих всегда имейте с собой. Бедность одних, богатство других, так было всегда и, вероятно, будет. Но при этом не должно быть отчуждения в обществе. Одна его часть не слышит и не понимает, просто не замечает страданий и агонии другой части общества. Это рак нравственности, его метастазы и дают себя знать в процессах социальной деградации. Поэтому в решении социальных проблем остается надеяться на государство, хотя оно у нас и слабое. Вопрос, скорее всего, надо ставить об определенных социальных гарантиях, которые могли бы предотвратить падение и деградацию человека. Это вопрос совершенствования законодательства, который нашим парламентом, как я понимаю, решается не очень-то успешно. Но какая во всем этом роль церкви? Как всегда в том, чтобы указать людям высшие горизонты бытия, надмирные, вечные. Сердце человека не должно быть так сильно привязано к материальным благам, чтобы, сидя на кучах нажитого добра, он забыл о горних обителях Царствия Божьего, приготовленных для него. Церковь всегда призывает своих духовных чад не увлекаться погоней за увеличением достатка или за стабильностью благополучия, а довольствоваться малым и заботиться более о ближнем, чем о себе. Крышки закрыты. Игнатий Лапкин. Ответ как один к одному с ответом Кирилла Гундяева. Прямо указать на Христа нет опыта, нет движения, нет роства со Христом. Где души родились свыше, там эти вопросы и не нужно ставить, они в ежедневном служении с полной отдачей. Матфея 5.16. «Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего небесного». 1 Петра до 12. «И провождая добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения». Ефесянам 2.10. «Ибо мы, Его творения, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». 1 Тимофея 5.25. «Равным образом и добрые дела явны, а если не таковы, скрыться не могут». Стих отворения. «Потеи мои зарастали быльем. Может, встречу еще предстоит пережить. Пусть не так наяву, когда были вдвоем, а теперь даже в памяти стали чужими. Помню первый арест и кровавый рубец по всему, что срослось и сроднилось со мной. Не поможет теперь мне ни мать, ни отец, и жена, и друзья за высокой стеной. Как же мне не хватало друзей и родных. Парой слов перекинулся не с кем душевно. И убийственно ясно ошибки видны. Я на голой скале после кораблекрушения. Море билось, ярясь, и весь год бушевало. Постепенно покой водворялся в душе. До конца не увлек, одиночество жало. Изменения в себе замечаю уже. Но Господь, но Спаситель меня не покинет. Примет жаркую просьбу, как сам обещал. Я в очреве кита, голова моя в тени. И молитва о главном, не о мелочах. Не хватает друзей, пару слов им сказать. С усложжением слушал бы я их часами. После всех перепеть и взглянуть им в глаза. Пересыпано слово их Божьим писанием. И теперь по утрам до ночных петухов Жду звонков телефонных и стука друзей. Им плеяда из строк, из колючих стихов. Тем роднее и ближе, чем было грозней. Время бурным потоком уносит и нас. Наш уход незаметно для многих пройдет. Мир не помнит Голгофу. Забыл про Синай. Лишь пустыня, забвение, и там ручеек. Будет суд, возвращение, потери, утрат. Дух святой озарит, что сокрыто в потерях. Что отдал добровольно, получим ста крат. Развернет на восток и последний стал первым. Все, Игнать Иванович. Все. Ну все на этом. Кто был с нами, до свидания. Всего хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok